Здравствуйте! Рада вас приветствовать всех на своем канале. Сегодня у меня для вас очередное нерукодельное видео. Но поверьте, оно имеет прямое отношение к рукоделию и творчеству. Недавно я себе сделала две замечательных покупки. Одну покупку для себя любимой, про нее я расскажу обязательно в следующем видео. И одну покупку в подарок моей сестре, у которой скоро день рождения. И моя сестра еще плюс ко всему профессиональная швея. Девчонки, я знаю, что она долго мечтала об одном предмете, но как-то не решалась его купить. Воссовещавшись со своими родственниками, мы решили купить этот предмет и подарить ей в подарок. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео. Возможно, среди вас есть такие же люди, как моя сестра, которые мечтают о этом предмете, но не решаются его купить. А возможно, среди вас найдутся те люди, которые даже не знали, что есть такие замечательные предметы. И, посмотрев мое видео, тоже подумают, что им это необходимо. И тоже его купят. Но все, предлагаю посмотреть. Девчонки, этот предмет швейно-раздвижной манекен. Мы взяли швейно-раздвижной манекен Тейлор Гуман фирмы Эффектив. Вот такого красивого алого цвета. Но я сейчас покажу вам его поближе, потому что камера у меня почему-то не фокусирует. Но он не просто алого цвета. Посмотрите, на манекене нанесен еще вот такой красивый рисунок. Изображены здесь утюжки, пуговички, сантиметровая лента. В общем, весь спортновский набор. Кстати, заметили, как легко я его поднимаю? Девочки, он очень легкий. И это тоже есть хорошо. Итак, немножко сейчас расскажу о манекене. А потом уже расскажу, где его можно приобрести. Девочки, у нас манекен алого цвета. Называется он Алая Роза. Но фирма Эффектив также предлагает и другие варианты цветов. У них есть очень красивый ярко-желтый цвет и нейтрально-серый. То есть по цвету манекен можно выбрать под интерьер своей мастерской. И это классно. Мы выбрали красный. Также у нас размер С. Это значит, что размерный ряд вот именно этого манекена 42 по 52. Но фирма Эффектив предлагает еще один размер манекена. Это Элька. Там размерный ряд с 52 по 58. Представляете, какая широкая размерная линейка. Но нам нужен был именно такой манекен. У сестры клиентов очень много именно с такими размерами. Так как это раздвижной манекен, у него есть, конечно, универсальная и главная особенность, что на нем можно выставить параметры любой фигуры. Делается это легко и просто при помощи вот этих регулировочных желтых колесиков. Они очень симпатичные. Девочки, их здесь 13 штук. Расположены они по 3 штуки. По бедрам, по талии, по груди. Смотрите, спереди, с боков и со спинки. То есть везде есть эти колесики и везде выставляются размеры. Есть одно большое соединительное колесо на шее. Но кроме того, что он соединительное колесо скрепляет вот эти детали, оно еще и выставляет обхват шеи. То есть при помощи его можно спокойно выставить обхват шеи. Сейчас я покажу вам, как менять размеры. Хотя, вы знаете, все есть в инструкции. Инструкция. Такая тоненькая книжечка. Но почему тоненькая? Потому что все очень легко и просто и понятно без инструкции. Инструкция на двух языках. В ней написано, как собирать манекен. Это очень легко и просто. Кстати, манекен приходит в двух частях. Верхняя часть, которая имитирует женскую фигуру, она уже собрана. Это очень хорошо. Ее собирать не надо. И штатив. Но как собирать штатив? Все понятно без инструкции. Это как детский конструктор Ледва. Штатив покажу попозже. Итак, здесь написано в инструкции, как собирать, как выставлять размеры, из чего сделан манекен, как за ним ухаживать и даже приведены таблицы с размерным рядом. В общем, все понятно и просто. Но я все равно сейчас вам покажу, как выставляются размеры. Итак, девчонки. На каждом колесике нанесена разметка. И в середине колесика есть вот такой регулятор. Он состоит из двух деталей. Чтобы повернуть колесико, надо сначала эти детальки соединить вместе. И тогда только колесико будет поворачиваться. Смотрите. Я соединяю, нажимаю и выставляю тот размер, который нам нужен. Слышали меня? Манекен щелкнул. Это говорит о том, что вот когда я сжала этот регулятор, там сработал фиксатор. Это очень хорошо, что у этих колесиков есть фиксаторы. Детальки не будут разъезжаться. Один мы повернули, поворачиваем второе колесико, поворачиваем третье колесико. И так по всей фигуре. Если нам нужен стандартный 46 размер, то все колесики по всему манекену мы выставляем 46 размер. Все просто. Но если вам, девочке, нужен, допустим, 50 размер, то чисто мой совет, не надо 42 размера. А манекен, когда все колесики закрыты, это 42 размер, сразу его резко выставлять в 50 размер. Знаете, с какого бы хорошего, качественного материала не была изготовленная вещь, а это качественный пластик, своими неправильными действиями можно сломать все, что угодно. Поэтому, чтобы манекен служил долго, делаем все постепенно. Сначала с 42 все колесики выставляем в 46 размер, а потом уже с 46 выставляем до 50 размера. И начинаем плавно либо сверху вниз, либо снизу вверх. Тут уже, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. В общем, все это делаем постепенно. Но, девчонки, есть такая вещь, не все, да, не все мы стандартные люди, мы не кухни. И у всех у нас, допустим, стандартный 48 размер. У каждой фигуры есть свои особенности. Вот, допустим, я отношусь к таким людям. У меня по груди 54 размер, а по бедрам у меня иногда 50, иногда 52. С такой проблемой этот манекен тоже справляется легко и просто. Я могу спокойно выставить по груди, допустим, большой размер. Ну, вот здесь в данный момент 50, да, а по бедрам у меня может остаться 46 размер. Вообще классно, да. Потом, кроме этого, знаете, есть такие фигуры. Тоже у меня, у меня сама по себе узкая спинка. Грудь у меня, вот, чашки на 54 размер, а спинка у меня тоже на 50 размер. Ну, для меня это тоже проблематично. Манекен тоже справляется с этим легко. Здесь можно выставить большую чашку, то есть большую грудь, спинку оставить узкую. Есть фигуры перегибистые. Здесь тоже можно выставить больший размер, а спинку оставить более меньшего размера. В общем, все корректируется замечательно. Размеры можно выставлять любые, и это классно. Итак, ну, про размеры, а, кстати, есть у него еще один размер, это регулировка талии, но колесиков сверху нет. Там есть внутри штатив, покажу попозже, я уже говорила, да. Есть такая пружинка, сейчас я попробую вам показать. Смотрите, вот так вот это все оттягивается. Я оттянула и зафиксировала. И есть еще один размер регулировки талии. Она делается еще ниже, но я этого делать не буду. Сейчас верну на место. То есть получается у нас 13 колесиков и еще регулировка талии. Ну, классно. Ну, про размеры я вам сказала. Про верхнюю часть, да, сейчас немножко расскажу, из чего сделала. Это качественный пластик, который обтянут тканью. Ткань на ощупь очень приятная. Фирма Аффектив заявляет, что она гипоаллергенная. Ну, поэтому вопросу сказать ничего не могу, у меня нет аллергии. Но, правда, на ощупь она очень приятная. На ней можно делать разметку портновским мелом, но это, в принципе, на всех манекенах. И также на нем можно детали скалывать при помощи иголочек. Это тоже на всех манекенах. У меня, кстати, свой манекен вот такой маленький. Это моя игольница. Мастер-класс есть на моем канале. В конце видео оставлю ссылочку. У сестры будет большой красный, у меня маленький зеленый. Также в инструкции написано, что эта нейлоновая поверхность предотвращается скальзывание тканей. Вы знаете, да, есть такие ткани шелк, шифон, креп атлас, атлас, которые непослушные, так и норовятся скользнуть. Вот именно эта поверхность предотвращает это сделать. Поверхность манекена можно очистить при помощи щеточки и парогенератора. Кстати, девчонки, вот, так как можно его очистить парогенератором, и с ним ничего не случится, этот манекен можно использовать не только как помощника в шитье, и как ортопьер, но его можно использовать для отпаривания своих личных вещей. У меня есть, допустим, пиджачок, да, можно его накинуть на манекен и парогенератором отпарить лацкан. Он не боится парогенератора, с ним ничего не случится. И это классно. Вроде все. Про верхнюю часть манекена я вам рассказала. Теперь покажу его изнутри, так сказать, сущность манекена. Почему он такой легкий, девочки? Потому что он внутри, смотрите, он совершенно полый, там пустота. И вот этот регулятор регулирует талию, размер талии я вам показывала. Смотрите, пластик внутри, обтянутый тканью. И вот эта конструкция сама по себе называется скелетон. То есть каркас легкий, прочный, невесомый. Видите? Все легко и просто. А теперь штатив. Девочки, внизу вот такая крестовина. Как у новогодней елки, штатив стоит устойчиво, хорошо. На самом штативе нанесена разметка. Это для того, чтобы четко вымереть край изделия. Прям большой плюс. Также здесь разметка. Это для того, чтобы манекен выставить на ту высоту, с которой вам удобно работать. И еще посмотрите, есть такая замечательная деталь. Вот ее я вижу вообще в своей жизни первый раз. Но это очень хороший бонус. Это для оттяжки подола. Допустим, у нас на манекене юбка. И нам надо на юбке что-то разметить, либо пришить. Ну, я гусен, когда возможно какую-то аппликацию. Когда ткань просто висит, это крайне неудобно сделать. Но когда ткань на оттяжке, это сделать легко и просто. Поэтому сюда между этими двумя штучками вставляется потол ткани. Закрывается и у нас получается оттяжка. Мы можем делать все, что угодно. В общем, вот такой простой, но хороший штатив. Возвращаю все на место. Основную информацию по манекену швейно-раздвижном и Тейлор Вумен фирмы Эффектив я вам рассказала. Но если вам нужна более подробная информация, то внизу в инфобоксе я оставлю ссылку на сайт фирмы Эффектив. Пройдите, посмотрите. Ну, а теперь самое главное, где купить такие манекены, если вдруг, посмотрев мое видео, вы решили, что он вам необходим. Девочки, он продается на нескольких площадках. Я видела его на Озоне, на Валбрисе и на Алиэкспресс. Цены везде одинаковые. Так что, если вдруг вы надумали, проходите, покупайте. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Если вам мое видео было полезно, обязательно поставьте лайк. Если мое видео вам было не полезно, не интересно, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового интересного. Пока-пока.